Только не на весь экран, а так, как сам. Припять! Да. А туда нельзя? А Речица! Речица! Ну, за Припятью. Вам все туда, сюда нельзя. А чего? А сфотографировать это? А пешком? Там встать можно и пешком дойти. Куда дойти? Туда, назад. Ты что, шутишь? 300 км будешь идти? Сфотографирую, буду сфоткаться здесь. Да. Сфотографирую. Крупа пуска есть. Вон за тем горбиком Припять. Это ж железная дорога в Припять. Немножко прикрей, а то мне видно. Вот остановка была. Зарошена. Зарошена. Так, а мы еще не на главной дороге даже. Лендыка. Руды и лес. Сколько лет это получается с 86-го? 28 лет. 28 лет. 28 лет. Фонари, как ни странно, есть. Но они не горят. Некоторые из них уже будут падать. Так, железнодорожный мост. Да тут же ветер столько железной дороги. Ну так Припять город. Вон уже первые дома. Я не знаю. На Белоруссии в основном. Первые дома и обратно мы видим очередное КП. Мы ездили аж у Янов. Вагоны нам приходили на Иванковский район. Янов где-то аж сюда. Так, мы едем в Речицу. А тут будет просто яйцами уже наверное. До Речицы. В машине стоять, наверное да и пешком шурую. А там нема дороги. Все, я останавливаю? Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нам в Речицу надо. Вот Припять. В сторону... В сторону Толстого леса. Все, все вживо или не пропускать. Здесь по заваренистям. Моста направо. Моста направо. Просто на сайте написали, что в Припять пускать. А я слышал, что в аварийне сидят. Я думал, что он не пускает. А написали, что 9 апреля в Припять пускают. Вот видите, администрация будет командовать и не пускать. Одна пишет там и там. А что даже вот здесь нельзя пройти 100 метров? Где вы тут будете бачить? Так вот скомандували. Это зря ехали. А вот так вдоль забора можно пройти, да? Конечно. А это забор вокруг города, да? На кладбище. А нас тут на кладбище никого нет. Вообще никак.